МС, стороны РА, ну вот... А.К.А. Неби не смог с моденми. Ну? Рандом Чи, Экстакс, вся хуйня Смайли, Ловли Сайт, Норд Бранкс, вся хуйня. Стороны РА. Расскажите о своем альбоме, который у вас выйдет в сентябре. Я не знаю, когда он выйдет в сентябре. Мы еще не решили пока, когда он выйдет, на каком он лейбле выйдет. Альбом называется «Светосны». Интересный очень альбом будет. Там будет масса треков, будет много серьезных треков, как бы, говорящих о жизни, как бы, аспектах жизни. Будет что-то повеселее, будет треки, будут какие-то треки с фастфлоу, типа Твисты, там, Крэйзи Бом, такая фигня. Вот, в принципе. Ну, надеемся, это будет наш дебют, как бы, вот. И надеемся, что все пройдет нормально. Вообще, вообще, концепция альбома и группы, вообще, заключается в споре между светом и тьмой. Я, значит, представляю световую сторону Бога Солнца. Вот, Артем представляет темную сторону Бога Солнца. Спор зашел на Артрейне по дороге из Бруклина в Куинс. Да, мы там на студии постоянно зависали, поскольку у нас дома студии не было. И ездили постоянно на поездах назад, на собаках катались, разговаривали друг с другом. И сначала у нас не было группы, просто, как, свободные эмси были, вся фигня. Вот, а потом, ну, начали разговаривать, там, споры пошли, вся фигня. И, как бы, вот родился этот спор, свет или тьма, как бы. И в честь чего решили называть сторону Ра. Ра – это египетский Бог Солнца. Вот, и все, так все получилось. Вот, Ши, ты себя рэпером не считаешь, как бы ты в прошлом был панком, и, и, короче, как эта панковская музыка влияет на то, что ты сейчас делаешь? Не, ну как, я тебе скажу, что вообще музычка-то, как бы, взаимосвязана. Вот, был панк-рок, потом в 80-х появился New Wave, из New Wave там пошли брэдбиты. Вот, и это, как бы, все очень тесно взаимосвязано. Там есть группы такие, как Clash, у них вообще там, как бы, рэповые есть композиции. Вот, ну, то есть, мне нравится, в принципе, в рэпе то, что ритмика голоса. Вот, ну, я прикалываюсь, я этим занимаюсь сейчас. Ну, ну, вот многие, я вот знаю, что многие, как бы, рэперы в России считают вообще, те, кто слушает панк, у тебя вообще какие-то враги, или вообще только… Ну, слушай, я не знаю, у них, как бы, то есть, я очень много музыки слушал, и, как бы, есть отмороженные панки, есть отмороженные рэпера, и так-то все, знаешь, люди тусуют, слушают музыку, и все. А МС, а как ты вообще пришел к рэпу, как это все началось? Я не знаю, я, блин, я в Питере жил, и пиздец, мне, короче, из Америки привезли Бумбакстов, офигительно. Вот, и была передача в Питере «Территория транзита», назывался «Рел Фукс», тогда еще старый Балтийский клан, но тут была группа 762. Я услышал первый русский рэп, первый американский рэп, там, «Бон Токс», «Семь часа два русские все есть, этот Балтийский клан». Сейчас, конечно, смешно уже это все, но по тем временам я офигел, как бы, я думаю, нифига себе, то есть, столько мыслей вообще, за пять минут пацаны сразу все рассказывают, раскладывают все. И мне это очень понравилось, вот, я начал слушать рэп, вот, там широкие штаны, вся фигня, бегал по дворам, гопнул такую малолетнюю. Вот, а потом это самое, приехал в Америку и, как бы, уже здесь впитал вся культуру, здесь радио, журналы, дофига информации, как бы, все доступно для людей. И поэтому я решил читать, я услышал, что в России происходит, что в России 90% рэперов читают за суровую жизнь, как бы, квадратно и вообще, ну, куда уже, как бы. То есть, об этом надо читать и надо читать обо всем в этой жизни, но преподносить это в более, более качественный продукт делать, который, как бы, не только то, что рэперы слушают или то, что люди, которые занимаются рэпом, а именно на большую аудиенцию, чтобы было рассчитано. Вот, и все, вот, вот почему я здесь, вот для чего я здесь. Арчи, а ты как пришел с панка брать? Короче, это такая тупая история. Году в 98-м я купил и смотрел на TV Music Awards. Там такая хуйня, говорят, representin' Russia. Плохой это этот самый Кирюша на дреддах такой, знаешь, точий. Я такой, нихуяся, нас такие люди репрезентуют, это как-то не кайфово. Вот, и я что-то съел, я написал даже, там, Disney Кирюшу, я его не стал записывать, ну, прям. Ну, в принципе, с этого, как бы, там, я что-то искал. Я его не слышал ни разу. Вот, и мы сделали там группу «Раста Трансмиссия». Там была совершенно бешеная какие-то музыка вообще. Я могу подтвердить. Мацаны, группа «Раста Трансмиссия» был пиздец. Короче, как все получилось на самом деле. Вот. Когда мы встретились с Арчи, я был в группе «Лэп 718». Вот. Бруклинская группа, было объединение, там было 5 МС. Вот. Был у нас битмейкер и все. И я знал, что существует такой человек, как Арчи в Нью-Йорке, но когда я слушал его демо, я думаю, блядь, может это не рэпер, знаешь. То есть, чувак то читает, то у него запевки какие-то. И, как бы, тематика, вроде бы, такая не рэперская, знаешь. То есть, чувак говорил, там, о каких-то богах, переселениях в другие системы, измерениях каких-то. Я думаю, блядь, пиздец, чувак не рэпер, даже связываться с ним боялся. Вот. И тут он сам тему повесил. Рэгги, рэп-группы, вся фигня. Давайте соберемся, замутим концерт. Вот. Так мы с ним познакомились. Ну, первый демо-раст-трансмиссия, это рэлитет, пиздец. То есть, если у кого-то один будет, это супер просто. Ну, это под настроение. То есть, не все поймут. Ну, вот. У вас называется ваша студия Ара Продакшн. И какие у вас еще люди пишут такие группы? Короче говоря, насчет вот именно людей, которые с нами сейчас работают, в принципе, и всего. Хотелось бы что сказать. Во-первых, наши друзья. Проект Константа. Вот. Группа, которая совершенно у нее другой профиль. Они более, как бы, такой делают. Гэнгстер-рэп, бандитский. Вот. Такой вариант, как бы, другая версия крестной семьи, более веселая такая. То есть, более позитивная. Вот. То есть, там не ожидайте каких-то супер-флоус или чего-то, но звучит очень фреш, и как бы мы на них ставим очень многое. Потом, значит, кто? Мэда. Вот. Очень талантливая девчонка. Я считаю, что это лучшая женская вообще фима ЛМС в России. Вот. Ее хотим очень, как бы, раскручивать. Группа Brotherhood. Это американцы. Значит, они... Их человек восемь. У них диджей. То есть, ребята полностью знают, чем они занимаются. Они сами делают биты. Очень такой хороший Нью-Йоркский андеграунд. Работают Psychological Records, Non-Fiction. То есть, вся эта байда. Там, Эл Билл, Гортекс. Вот. Че еще? И, в принципе, есть много людей, которые в России, с которыми нам было бы интересно поработать. Мы планируем на юг поехать. Летом, когда мы приедем. Караван Мюзик. Сет, как бы. Вот. Кто еще? И последний человек, вот так, самый интересный. MC, из которых, я считаю, что... У которого один, вообще, Flow Super. Все. Это Атом из Англии. Вот. Мы с ним сейчас будем записывать трек. Называется, Скоростные демоны. Парни Super Flow. И просто пиздец. Вот. Последний человек, которого... Про которого я хочу сказать, это Сид. Сид из Техаса. Вот. Интересный пацан. Тоже, как бы, пришел от панк-рока. У него очень много загонов, похожих на Арчин. Он такой, более, как бы, агрессивный. И у него интересные тоже тексты и все. Очень душевный пацан. Вот. Ну, в принципе, все. Да. А вы только пишите рэперов? Ну... Пока, да. В основном, да. То есть, пробовали. Вы записали вот сейчас, как раз, Джену записывали. Девушка. Она здесь была недавно. Вот. Записывали ее для промо. Это первая, как бы, работа с вокалом. А также записывали народного артиста здесь, якобы Ял. Ну, это такая звезда. Короче, звезда местного масштаба. Вот. Мы с ним сделали видео, там, про Вторую мировую войну, там, короче, посвященное 9 мая для ветеранов. Вот. Видео играется, по-моему, по НТВ Америка и по RTVI. Вот. Ну, в принципе, все. Это единственные два артиста, которые не относятся к рэпу, с которым... Которые записывались на эту студию, в общем. Не, ну, в принципе, вообще, нам, как бы, интересно работать, ну, практически со всеми. Главное, чтобы, как бы, люди, знаешь, у них было что-то такое интересное принести в творчество, там... Чтобы у людей харизма свой был. Мне, как бы, не важно. Там, вот, может быть, панк-рок, что угодно, но, чтобы это звучало так солидно, как бы, серьезно, вот, и прикольно, как бы, без всяких лишних понтов, там, каких-то... У нас, вот, мальчик приходил, читал тексты Дельфинов, было очень забавно. Я не вкупил, я был усталый такой, записал, что-то сводил. А я вкупил и прикалывался. Ну, пацан, звали Санёк, он читал тексты Дельфинов. А почему, ваше мнение, почему русскому рэпу очень трудно пробиться в Америке? В Америке, да и везде, в принципе, ну, как сказать, как бы, русский рэп, он такой... Во-первых, изначально, чтобы попасть на русское MTV, ты должен забашлять бабки. Бабок в России очень мало, у рэперов, в принципе. То есть, это во-первых. Во-вторых, качество страдает, конечно, нормальных студий, и, опять же, денег, чтобы записаться на нормальные студии, у пацанов мало. Ну, и одна из причин то, что, в принципе, мало нормальных рэперов в России. Куча просто команд, команд просто до жопы. В каждом городе по 4-5 команд, хоть в Мухосранске, хоть где там, неважно где, там 5-6 команд, они лобают что-то. Но это непрофессиональные и серые все, как бы. То есть, вот реально я захожу в магазин, стоит лоток с русским рэпом, и стоит лоток с американским рэпом. И чисто ты смотришь на диски, и дизайн вот на американских рэп-альбомах и сборниках, постоянно с русскими рэп-альбомами, просто день и ночь, как бы. Вот. И поэтому, как бы, некачественно все, и слушать, как бы, неинтересно. Покупаешь сборник 1-2 песни нормальных, а песни 15-16 на каждом сборнике.